Ничего здесь не надо, и не надо, просто не надо, потому что не надо, и вообще лучше уйти. Я Никита, родился в Москве, учился давным-давно на доктора, на педиатра во втором медицинском университете. Я давно уже не работаю по специальности, я художник. Я рисую разные совершенно вещи, чего я только не рисовал, вот мультфильмов, а вот сейчас рисую на грязных машинах. Это как какая-то, не знаю, практика для меня ментальная, то есть они не для того, чтобы оставаться навсегда, а для того, чтобы я их сделал, закончил и дальше пошел. Это для меня довольно большой этап, потому что я так путешествовал хорошо и стал рисовать по-другому. Меня научило, в общем, заканчивать работы и как-то доводить их до конца, и главное, ну, начинайте заканчивать. И не особо волнуюсь о том, что будет, как бы, или там, если я с ошибками сделал, или где-то накосячил, потому что там невозможно исправить. То есть ты как рисуешь, это такое одноразовое дело, как скетч. Выхожу на улицу, беру с собой пару перчаток строительных, нахожу грязную машину и на ней что-то рисую. Скорее, не на грязи, а по грязи. Вместо грязи я рисую, удаляя грязь с машины и оставляя вместо грязи свой рисунок. Поэтому я нормально разбираюсь в грязи. Были истории, да, единичные случаи, когда водитель возражал, то есть он как-то, ну, мне кажется, они сами не очень понимали, против чего они возражают. Это было просто какое-то возражение против вторжения в их личное пространство. То есть они выскакивали из-за грузовика, говорили, что им ничего здесь не надо, и не надо, просто не надо, потому что не надо, и вообще лучше уйти. Случился резонанс довольно резко и удивительно для меня, то есть это буквально стоило мне начать это делать, как-то люди подхватили в соцсетях, стали делиться, ко мне приехала одна из телекомпаний, сняли видео, которое там набрало 60 миллионов просмотров, от чего я, в общем-то, немного присел и очень долго потом разгребал почту и сообщения во всех соцсетях, но, естественно, это как-то было удивительно, неожиданно для меня. Приглашают поучаствовать в каких-то мероприятиях и приглашают за границу. И за последние пару лет я съездил в Китай, в Англию, в Германию, в Китай дважды. Через 10 лет я вижу себя великим художником, знаменитым по всему миру.